Ну что, ребятки, и снова деревенский канал, деревенский дневник, канал о моей жизни. Очередная встреча и... Это просто шикарно. Такого я еще не видел. Лучший канал на YouTube. Просто лучший. Как же он называется? Дневник Самоделкина. Как? Ты должен подписаться. Обязательно. Надеюсь, вам это видео понравится. Ставим комментарии, пишем лайки и не забываем подписываться. Шмакаем колокольчик. Вот это постоянная боль. Раскрыть мешки. Не всегда пробую, когда получается, а когда нет. Казалось бы, все очень просто. Отрезаешь веревочку с этой или с этой стороны, она должна сработать. Потянешь за ниточку и вуаля, мешок открывается. Но у меня почему-то это не всегда происходит. Скорее, даже так, 50 на 50. Что за херень? Куда проще, ребят, просто мешок вверх отрезаешь. Все равно, он идет под мусор, как правило, и меня это устраивает, но надо же вот это выделаться. Аллилуйя, аллилуйя, получилось. Приобретаю то самое сказочное мастерство. Просто утром зерновые запасы закончились для кормления животных. Вечером надо будет кормить, и чтобы не тратить на это время, сразу надо подготовить мешки. Так, ребят, промучился и со вторым мешком. Тут у нас кукуруза. Сейчас дадим нашей мамочке, она должна питаться хорошо, чтобы у неё было много молока, утром давал зерно. Поэтому усиливаем кормление. Зерно они любят, как, впрочем, и кукурузы, но тут, тут главное не переборщить, пока она ест, попытается поесть, хотя молока у неё сейчас нет. Выйди на всё. Привет, привет, ребят. Привет, мои хорошие. Как всегда, очень и очень рад вас видеть. Спасибо огромное в очередной раз тем, кто приходил на прямую трансляцию, поддержал нашу беседу, поддержал нас как морально, так и материально. И начинаем наше маленькое доброе видео. Как я сыгала. Спасибо, сейчас песенку поставлю. А вот крокодила рядом, видите, выпить 50 грамм. Он есть, он есть. Сейчас отвечу на комментарии, сейчас послушаю. О, это классная песня. Я её слышал, когда. Хорошо. Всё, до завтра и всех добрых. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, спасибо, ребятки, вы супер. Мы не встречаем. Немного возвращаемся в прошлое, чтобы хронология не потеряла свою хронологическую цель. Буквально во вчера. Пошли. Так, ребят, я одет, я прекрасен и очарователен. Едем и отвозим наш УАЗ-2107 в ремонт. Затроила по страшной силе и возможно там что-то серьезное. Мысли дурные или прогорел клапан, такое бывало, в принципе, на семерке, когда на газу работает. Или вообще что-то с двигателем, такое, что выльется в немыслимо большие деньги. И это печально. Но пока этого ничего не знаем, просто отгоняем и ждем резолюции мастера. Так, машина стоит, ну две недели минимум, вопрос заведется, не заведется, но в общем, пришла ее пора возвращать к жизни. Как давно, как давно я не сидел за рулем, ВАЗ-2107. Ай, молодца, завелась. Троит по-черному. И такое ощущение, когда едешь, что пару горшков, ну просто не работает, ну не тянет она и газуешь. Моё сопровождение. На заправку сейчас заедем, она только на бензине едет, на газе вообще, просто там бензина... Хорошо, я не против, сейчас едем на заправку. Да, чтоб ты понимала, просто ремонтировать на чем, если бензина нет, ему же газовать надо. Педаль, педаль в пол, на четвертой скорости, больше не едет, какой-то пиздец. Ну сейчас, на рубли на 300, я разоправдаю всё, сейчас дедушка выйдет, я подъеду, а ты заплатишь. Кто у нас косылёк? Косылёк, какой косылёк? На, буси. Косылёк, косылёк. Косылёк, косылёк. Косылёк, косылёк. Косылёк. О, прибавилось, а то вообще почти на нуле, как быть? Почтовый ящик, ключи? Ну, если дома нет, то почтовый ящик. А, хорошо. Поехали. Стукнул он, что-то реакции нет в ящике, наверное, такое ощущение, что там нажмение ключей. Вот видишь, машина как бы стоит. На ремонт. Ну, видно, наверное, он на сегодняшний день, ну как бы, не слишком сильно загружен, или думает, что какие-то незначительные проблемы, потому что он говорит, может и сегодня всё решать. это уже не суть. Едем за зерном, закончилась еда у животных, ну как практически, будем покупать корм. Уставший сидит на порожке, грустит, а тут к нему едет работа, чтоб не грустил. Мы его вроде брали. Дай. Что, всё есть? И пшеница, и кукуруза. Пшеница. Они тогда сказали, что этикетка будет через 20 минут готова. Они сказали, что во вторник приходите заберёте. Ну два раза они не могут ошибаться. Это элегант. Спасибо. Давай попробуем сдержать обещание Феликсу, забрать этикетку. Я её даже оплатила. Он прям такой, знаешь, перебивай. Пришли за наклейкой, ребят, не знаю, что сделали, не сделали, надеемся на благоприятный исход. Здравствуйте. Наклеечку сделали, не сделали. Спасибо большое. Чуть другая, но как мы и просили, с этим. Не со словами, но её клеить легче будет. Ну да. Я помню, у тебя мелкие буквы клеил, это просто бесец было. Заодно испортил. Замучился, ну да. Не велика потеря, красивее конечно не пойдёт. Так что, Феликс, жди. Скоро передадим тебе славную добрую наклейку и полетит. Всё, ты проражался? Нет, Ира. Это останется со мной навсегда. Ещё паришь чуть-чуть. Возможно, не чуть-чуть. Не чуть-чуть. Сколько? Давай, определимся со временем сразу. У меня болит, я смехуёчки. Вот как это было расценивать вообще? Что? Ну, как я это должна воспринимать? Вот это твой город. Как я должна расплакаться, что ли? Вот так убежать? Вот так. Как мою боли. Расценивать. Да ты дичь, Андрюша. А что-то, а Пупсик по-другому не перейдёт. Красавчик. Ребят, машину отдали в ремонт. Забрали наклейку, купили корма. Теперь пришло время покупать вот этот материал. Что-то калитку не закрылось. Сейчас уйдут все. Ставить столбы для забора. Надо купить весь этот материал для будущего забора. Сейчас я переодеваюсь, потому что там легко и непринужденно можно вымазаться. И летим за материалами. И нам надо купить 9 метров трубы. Порядка, ну минимум 4-6 метровых доски. И Антону купить 9 метров тоже трубы. Но он-то деньги отдаст, или можно ему позвонить, чтобы он сразу перечислил. Что пойдёт-то? Не сильно замучен он такой. Ну, чтоб не жалко было типа. У нас же целая, чистая. Страшно, никогда это ничего. Жора, не ходи, ты никуда не идёшь. Я буду сейчас прицеп загонять, и ты сбежишь, поэтому тебе сейчас нельзя идти. Погуляй только. Фу, не ходите. Ты чего тут разлёгся, рыжий? Сейчас будем прицеп цеплять. Блатан, на дороге лёг. Из-за рыжего, из-за рыжего побоялся выезжать быстро, соответственно, загальмовал, но всё равно выехал. А вот тут вообще конкретно. В общем, прицеп прицеплен, едем застрой материалами. Поехали. Поехали. Мы в одну доску начинаем, но мы же по уровню делаем, не наискосок. То есть, выходим где-то на вот такую высоту. По поясу. То есть, тут уже, по идее, три доски будет. Ты же так же наискосок забор не будешь делать? Не, ну может потом можно докрутить, если что, нижнюю. Ну, или верхнюю, да. Или верхнюю. Ну, четыре доски хватит, я думаю. Не, в смысле в том, что высота будет тут, ну, не маленькая в итоге. Ну, а что делать? Можно даже подогнать под ту высоту, чтобы под одно было, но и там, когда выше будет. Не надо. Длинное расстояние, или делать ступеньками. То есть, до сюда доходишь, потом ступенька и опять, ну как? Лучше ступеньками. Две шестиметровые, режем их по три метра. Антону одну трехметровую, по два метра. Шестиметровую, по два метра. Чтоб три получилось. И нам доски четыре штуки шестиметровые, по три метра. И маме надо. Ну, маме там сколько, я не знаю. Четыре шестиметровых тоже. Хорошо. Короче, план Барбароса. Главное, ничего не забыть и не запутаться. Чтоб взяли то, что надо и было попилено так, как надо. Все, ребят, мы как всегда на одну и ту же базу приезжаем. Везде, вернее, всё берём здесь, в одном месте. Сейчас надо всё спросить. Что-то на вертолёт, кривая, косая. Туда вот, подъезжай к этому сараю, так максимально выверни, ну как. Из сарая этого грузится, металл. Вот так. Ну да, чтоб тебе вывернуть, чтоб получилось. Прицеп, чтоб максимально к двери был, ближе. Загружено наш забор, ребят, пять, что-то там с чем-то вышло. Но тут материал и для тёщи, и для Антохи труба. Короче, затраты не только в нашу сторону. Надо привязать чем-то, верёвки нет. Не подготовились. За хренью подвязал, ну что тут нашёл. Лента. Поехали потихоньку, там лента такая слабенькая. Поехали. Всё, ребят, приехали, сейчас выгружаться не будем. Просто прям прицеп с этим всем закачу и счастье. Сейчас, ребят, выгружаем зерно, которое мы приобрели. Загружаем колёса и меняем зимнюю резину на летнюю. Блин, столько суеты какой-то пошло. Буквально потеплело, тут всего ничего. В дом не получается зайти вообще. Руки пиздец. Рабочий класс. От мешки расставлять. Будем потом скрывать. Это уже другая история. Сейчас главное загрузить иришки колёса. И пускай летит, их меняет. Да что ж. Да что ж сделала клей теплом? Ну, белые розы. У всех на глазах я целовать перед надеждом пол. Белые розы. Дверь защитной шипы. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас наших псов войны выпустить надо, засиделся жалко, не, не хочешь, жарко на улице, Чукча не дурак. Ира, Ира платье себе купила. Предразмер, ну то есть, его много хотят, но все хватают, а он садится. Сюда бусики, вот так вот сейчас даже приложим. На болты денег нет, да, Ира? На какие болты? На забор, по 10 рублей болты, ты сказала. А я не за деньги, я по зарплату отдам. Хорошо. А что, так можно было, что ли? Так, у нас появился гусь, ну банально угостили густем, надо отнести его до мамы, положить в морозилку, у него большая морозилка, потому что в нашу морозилку этот гусь не влазит на хранение. Погнали, погнали кусочек, что-то хмарится, прям на дождь, но это хорошо, надо, чтобы растения полились, полезла травка, камыш, начнём наконец-то косить, будет маленькое доброе счастье. Да, всегда тут хожу, и тут коты, похожие на нашего рыжего, прям конкретно. Ах ты гад, ах, убёк, но это не тут. Ух ты, отлично, неожиданно, приятно. Ах ты гадость. Ну Иру угостили, гуся в морозилку, не влазит нам, ну пусть хранит. Кажется, кажется дождь начинается всё сильнее, сильнее, но не льёт пока, надо убрать доски, трубы, чтобы они не намокли, потому что с сухим материалом работать гораздо проще. Так, приём, 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 операция гусь выполнена, сейчас переодеваюсь, ребят, и надо убирать доски, металл, потому что металл поржавеет, доски потом просто не будут зачищаться, а потом после намокания и высыхания их может выгнуть винтом, лучше сразу предостеречься от этого и убрать их, ну как минимум. А по улицам барабанил дождь, вообще, вообще планы были несколько иные, но проклятый дождь. В памяти туман, ты как во сне, ты как во сне, наверное, только этот план поможет мне, поможет мне. Всё, наш стройматериал спасён, я не знаю, слышно, не слышно, дождь. Ну прям начинается, то есть как нельзя вовремя, перенёс всё это сюда, пускай лежит до лучших времён, надо ещё докупить болты, наждачку нашли в машинку, короче, ещё необходимы небольшие покупки и будем водружать наш славный добрый забор. Короче, короче, всё чётенько. Ну и для тех, кто досмотрел до этого момента, немного по новостям важным. Одна из главных новостей, ребятки, машина отремонтирована, ВАЗ-2107, но это больше сюжет для следующего видео, расскажем, когда будем забирать автомобиль. Расскажем, когда будем забирать автомобиль, ну или для тех, кто у нас приходит на стрим, там тоже эти новости можно будет обсудить. Ну и ещё одна новость, наклейка нашла своего героя. Теперь по городу, Светлограду и не только колесит ещё один автомобиль с рекламой нашего канала. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень нравится между прочим. Субтитры сделал DimaTorzok